Продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2022 года. Уже как два дня эта программа уже стартовала приемная и все больше и больше набирает оборотов. И как говорится, так много вопросов и так мало ответов. Ну, чтобы ответов было побольше, мы продолжаем цикл наших передач. Сегодня у нас в гостях Институт экологии и природопользования. И с вашего позволения я представлю сегодняшнего нашего гостя Тимура Ринатовича Ухадиев, заместитель директора по международной деятельности. Тимур Ринатович, как всегда, рады вас здесь видеть. Постоянный гость нашей программы, можно сказать, друг нашей программы. И по поводу Института экологии и природопользования всегда дадите интересную информацию по поводу поступления. Начнем до сводного слова, о чем мы сегодня с вами поговорим. Спасибо. Спасибо, что в очередной раз у нас появилась возможность увидеться с нашими абитуриентами, ответить на вопросы. Вот уже наступила действительно та самая горячая пора, когда абитуриенты определяются с выбором, решают, куда они будут подавать документы, куда поступать, с каким институтом, с каким направлением свяжут свою жизнь. И наш институт занимается, так или иначе, все направления нашего института занимаются вопросами окружающей среды. Если вам также, вы неравнодушны к этой тематике, то, конечно, вы наш абитуриент, наш студент, и мы ждем вас к поступлению в наш институт. Хотелось бы добавить также, что если по итогам этого эфира, или если вы будете смотреть его в записи, у вас останутся какие-либо вопросы, то мы открыты, открыты для общения с вами. Вы можете обращаться как в приемную комиссию. Также можете на сайте института экологии предупользования, как посмотреть информацию о нас, также посмотреть контакты, например, мои. Можете любым удобным для вас способом мне либо написать, либо позвонить, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Что же, пройдемся по вопросам, которые нам ранее отправляли абитуриенты в нашу группу ВКонтакте Казанского федерального университета. И напомню то, что по ходу прямого эфира вы можете также писать свои вопросы, самые интересные, острые, не очень острые. Ну, постараемся все задать Тиму Ренатовичу, и старайтесь на них ответить. Начнем с тех, которые у нас уже были заготовлены. Первый вопрос звучит следующим образом. Какие у вас есть учебные практики? Учебные и производственные практики будет, наверное, сказать правильно. Действительно, наш институт такой романтичный, наверное, очень делается в том, что у нас есть практики. Студенты, начиная уже с периода после первого курса, выезжают на учебные практики, это загородные практики. Они проходят в живописных местах. Например, вот сейчас все направления нашего института, студенты всех направлений находятся на практике и осваивают, собственно, свою специальность уже на местности. Помимо учебных практик, также есть и практики производственные, когда они проходят, собственно, на предприятиях, там, где студенты в будущем будут работать, куда, как правило, получают приглашение именно с мест прохождения своей практики. И это еще тоже не все. Те, кто учится на старших курсах бакалавриата, те, кто учится в магистратуре, у них также есть и практика, связанная с научными исследованиями. Она проходит на базе университета, и тогда уже студенты глубже погружаются в научную сторону, в исследовательскую сторону своей работы. Тогда у них открывается, в общем-то, возможность попробовать себя в такой большой перспективной науке. Возможно, это невозможно, как правило, это влечет за собой и желание студентов продолжить научную карьеру. Таким образом, в общем-то, за период обучения в институте вы и попробуете себя во всех областях выбранного направления, и, в общем, сможете определиться и сделать правильный выбор. Идем дальше. Пошли вопросы про поступление. И начинаем, как обычно, с бакалавра, в этот раз с магистратуры. Как проходят экзамены при поступлении в магистратуру? Говоря про магистратуру, важно отметить, что вам необходимо также зарегистрироваться. У вас график вступительных испытаний отобразится в личном кабинете абитуриента. Если выберете несколько направлений, то отобразятся все. Тут очень важно понимать, что если будут вдруг даты конфликтовать, то есть в один день экзамены будут совпадать с другими направлениями, то у вас будет возможность дать также в резервный день. Как же проходит экзамен? В день перед экзаменом будет консультация. Вы сможете задать вопросы преподавателям. Экзамен проходит в устной форме на всех направлениях, кроме землеустройства и кадастра. На землеустройстве и кадастрах вам необходимо будет... Это будет письменный экзамен. Из чего же складываются баллы, которые пойдут в итоговый рейтинг? Это не только баллы, которые вы получите на экзамене, но также баллы за портфолио. Программу экзамена вы можете увидеть на сайте университета. Для всех наших направлений там перечислен и перечень вопросов, и также литература, по которой вы можете готовиться. Кроме того, там отражено и возможное содержимое портфолио. Портфолио, как правило, содержит ваши сведения, например, о научном заделе. Возможно, вы имеете публикации, обязательно отобразите это. Возможно, вы работали по специальности или сейчас работаете по специальности. Это также следует отразить. Важным также является мотивационная составляющая. Почему вы решили отдать свой выбор именно этому направлению? Какие вы видите перспективы и так далее? Вот все это имеет смысл отразить. Портфолио вы можете отправить либо на электронную почту председателя премьерной комиссии, можете отправить мне на электронную почту, можете на консультации также представить свое портфолио, и мы его примем в внимание, оценим. Кроме того, есть категории абитуриентов, которые могут не сдавать вступительные испытания. Так ежегодно Казанский университет проводит Олимпиаду Магистреум, и участвуя в этой Олимпиаде, вы, становясь призером либо победителем, получаете сертификат, и согласно этому сертификату вы можете дать в зачет те баллы, которые отображены в этом сертификате. Если вы стали победителем, то это 100 баллов сразу в зачет, так сказать. И вы можете быть уверены, что вы поступите в наш университет. Это больше, наверное, актуально в том числе и будущим нашим магистрантам. Магистрантам следующих годов поступления, то есть те, кто еще размышляет, обязательно участвуйте в Олимпиаде Казанского федерального университета. Это несколько облегчит и успокоит вас в период поступления. По поводу поступлений в магистратуру и в бакалавр тоже. Два дополнительных вопроса, которые, я думаю, все-таки стоит задать. Первый. Есть ли резервные дни для экзаменов? Обязательно есть. Я вот как раз в самом начале сказал, что если вдруг есть конфликт дат, то резервные дни также есть. И ни в коем случае не думайте, что там более жесткая процедура приема экзаменов. Это абсолютно та же комиссия. Это стандартная практика. Таким образом, если действительно есть такой конфликт, единственное, уведомьте нас, пожалуйста, что если такая ситуация возникает, вы можете на консультации, например, нас уведомить, и мы будем к этому готовы и примем экзамен в резервный день. Второй вопрос по этой теме. Кто может воспользоваться резервными днями? Что должно произойти, чтобы приемная комиссия пошла на уступки и разрешила студенту сдавать? Помимо наложения дат по экзамену. Если действительно есть причины, связанные, например, с состоянием здоровья, что вы не можете по состоянию здоровья в этот день принять участие. Кроме того, бывает так, что некоторые логистические проблемы, то есть у нас бывали ситуации, когда человек по объективным причинам не мог приехать в день экзамена, и мы, в общем-то, шли навстречу. Единственное, что уведомляйте нас, пожалуйста. По поводу логистики, как раз-таки сейчас проблема с южными регионами. Краснодарский край, республика Адыгея, Ростов, Воронеж, все остальное. Если ранее, предположим, из Краснодара до сюда можно было долететь за 2,5 часа, теперь прибавляй к этому еще 46 часов. Да, именно так. Ну и кроме того, если вы являетесь студентами иностранцами, для них экзамены уже проводятся, например, есть направление, на которое можно поступать уже сейчас, для них экзамены проводятся в дистанционной форме, и приезжать не обязательно. Мы в ТИМСе также эффективно проводим экзамены, воспользуйтесь этой возможностью. Хорошо. Продолжаем дальше по вопросам, которые нам ранее присылали. Следующий звучит так. Какие правила поступления для выпускников колледжей? Есть ли для них заочное обучение? Заочного обучения в настоящее время в нашем институте нет. Но они есть в других институтах, в нашем институте нет. Если вы являетесь выпускником колледжа и не сдавали ЕГЭ, то вам необходимо подать документы в приемную комиссию до 15 июля, так как с 16 июля и до 25 будут проводиться внутренние испытания Казанского федерального университета. Вам предстоит их сдать, и по результатам вы на общих основаниях будете участвовать в конкурсе и можете также поступить на бюджет в абсолютно равны. Продолжая тему колледжа, нужно ли после колледжа сдавать единый государственный экзамен? Если вы уже не сдавали экзамен, то есть у вас есть право сдачи такого экзамена, и результат также пойдет в зачет, но если вы уже не сдавали этот экзамен, а вы имеете на это право, то вы поступаете на основе внутренних испытаний. Не надо думать, что это легче или сложнее. Это абсолютно эквивалентные экзамены. Наверное, конечно, сейчас уже те, кто в этом году поступает, они их уже это решение принято. А так программа вступительных испытаний также расположена на сайте приемной комиссии университета. Продолжаем дальше. Следующий вопрос. В каких направлениях можно проходить практику? В зависимости от направления, которое вы выберете. Если мы говорим про направление экология, то это министерство и ведомство связанное с экологией, это министерство экологии, это различные лаборатории, это предприятия, так как предполагается в том числе возможность вашей работы будущей как эколог на предприятии. Если вы выбираете, например, направление землеустройства и кадастры, то это кадастры палаты, Минзимы имущества и близкие к этому профилю организации. Если это гидрометеорология направления, то это УГМС, Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это гидрометцентры, это аэропорты и так далее. Это Росгидромет, например, у нас достаточно много людей проходит практику в Росгидромете. Яндекс, кстати, приглашает на практику также студентов направления гидрометеорологии. Так что, в общем-то, вилка этих организаций достаточно обширная. Главное, регионы тоже обширные, так как традиционно достаточно много студентов иногородних, они хотят проходить практику ближе к своему дому, и этому ничто не препятствует. То есть мы можем заключить договор о практике с тем предприятием, которое близко к вашему месту жительства, и вы будете проходить практику там. Идем дальше. Возможно ли перевестись из другого института на бюджет при наличии хорошей успеваемости? Это возможно. Правда, это условие не единственное. Можно перевестись не только из другого института КФУ, например, можно перевестись из другого университета. Это очень популярная практика, к нам действительно стремятся люди, обучаясь на старших курсах других университетов, стремятся к нам перевестись. Но необходимо выполнение ряда условий. Первое и главное из которых – это наличие бюджетного места. Вот. О его наличии вы можете посмотреть на сайте. Кроме того, вы можете связаться с деканатом, вы можете связаться со мной, я вам предоставлю такую информацию. Далее вы берете академическую справку с места вашей учебы. Мы сопоставляем учебные планы, сотрудники деканат сопоставляют учебные планы, формируется некая разница, вы эту разницу сдаете, вот, и, в общем-то, продолжаете обучение уже в нашем институте и получаете диплом нашего института. Осталось несколько еще вопросов. Сегодня оперативненько пробежались. Следующий звучит так. На какое количество направлений в вашем институте можно подать документы? Вообще есть практика общая по России, да, что вы можете подать в пять вузов по пять направлений. И если мы говорим про бакалавриат, в нашем институте как раз пять направлений бакалавриата. Это экология предупользования, самое большое направление. Это землеустройство и кадастры, это почвоведение, это гидрометеорология. И с этого года направление биотехнология. Такое очень модное, очень востребованное направление. Правда, на нем в этом году нет бюджетных мест, но это, в общем-то, не делает его менее успешным направлением. Но вы будете принимать решение о подаче документов, исходя из тех ЕГЭ, которые вы сдавали, так как перечень их на этих направлениях отличается. Заключительный вопрос. Как связаться с приемной комиссией института, если появятся вопросы по поступлению? Вы можете позвонить, например, мне и мой телефон 8 939 39 777 46. И я отвечу на ваши вопросы. Также вы можете звонить на горячую линию университета в целом. Но если вы хотите задать именно конкретный вопрос по нашим направлениям, я призываю вас связываться со мной. Я отвечу с удовольствием на все ваши вопросы. Что ж, большое спасибо, Тимур Ринатович. Перед заключением нашей программы вопрос от нас, от съемочной группы. Как там дела в приемной комиссии? Третий день уже работает. Как обстановка? Обстановка спокойная. Это хорошо. Студенты абитуриенты приходят, задают правильные вопросы. Я надеюсь, им это помогает в определении того, что же они хотят. Это снимает некоторую такую вот неопределенность и нервозность. Поэтому это правильная модель поведения. Мы приглашаем вас также. Если вам важно найти ответ на вопросы, важно живое общение, вы можете также прийти в приемную комиссию, задать свои вопросы или позвонить. Хорошо. И еще перед заключением нашего эфира парочку слов, пожеланий абитуриентам, их родителям. Как поступать? Что делать? Действительно, это вот, наверное, самое важное. Очень хотелось бы, и я уверен, что вам тоже, чтобы эта приемная кампания для вас прошла очень спокойно. Чтобы не было вот этих метаний, которые в конце, как правило, происходят. Мы призываем вас, в общем, внимательно подойти к выбору и подать заявление о согласии и оригинал именно на то направление, на которое вы хотите обучаться. И чтобы в конце вот не было вот этих вот нервозных метаний, да, в общем, нужно с холодным сердцем подойти вот к этому процессу. А мы постараемся в этом помочь. Что ж, большое спасибо, Тимур Юнатович, еще раз, то, что нашли время прийти к нам и рассказали все подробно по тем вопросам, которые нам сегодня задавали. Это был КФУ Лайф для Института экологии и природопользования. Оставайтесь с нами, впереди будут и другие институты по ходу приемной кампании. Мы тоже будем вместе с вами и постараемся помочь ответить вам на все ваши интересующие вопросы. Меня зовут Роман Блинсков. Увидимся. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»